Я первый раз их вывезу сегодня. Первый раз. Стоя около своего автомобиля, отец троих детей пытается объяснить полицейскому, почему при перевозке малолетних пассажиров он не пристегнул их ремнями безопасности. С другой стороны, теперь он точно будет знать, какие меры в отношении своей семьи было необходимо предпринимать. Да и цель таких рейдов автоинспекторов – в первую очередь профилактика правонарушений. На территории республики проводятся профилактические мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних. Данные мероприятия включают в себя выявление и пресечение нарушений правил перевозки детей, правил перехода проезжей части. С водителями и с пешеходами проводятся профилактические беседы, направленные на соблюдение правил дорожного движения. За каких-то полчаса госавтоинспекторы выслушали не одно оправдание от водителей. Почему для них столь важной оказалась экономия на безопасности? Своей и своих детей. У вас ребенок один в салоне находится, а удерживающее устройство имеется, сколько лет ребенку? Вот, мальчику. Хорошо выглядит. А пристегнуть? А ремнем безопасности? А пристегнуть. Не забывайте пристегивать ребятей, хорошо? Вы знаете, что они должны пристегивать? Знаем, да? Да. Треста нету? Есть. Почему не пристегиваем? Забыли с собой взять сегодня. Забыли? Ну, это будет административный штраф. 12.23, части 3, КОБРГО. А скажите, они пристегнуты нормально все? Аделя, покажи свое вот это. Одно дело заплатить штраф 500 рублей за непристегнутый ремень взрослым человеком и совсем другое – 3000 рублей за отсутствие или неиспользование детского удерживающего устройства или кресла. Скорее всего, по этой причине от нарушителей ПДД в ходе рейда звучали самые разные отговорки. Кое-кто явно завышал возраст юных пассажиров. Другие, после выявленного со стороны таксиста нарушения, дальнейший путь проделывали пешком. Должны быть детские удерживающие устройства. Ну, конечно. Есть, да? Я не сажусь сюда. Нет, я понимаю, но дети-то будут, наверное, садиться? Наверное. Есть у тебя, я вообще не водитель, если что. А у вас детские удерживающие устройства есть? Вы предупреждали, что у нас. Смотрится, вы приедете, возьмете? В салоне автомобиля этого псевдотаксиста два малолетних пассажира. Оба не пристегнуты ремнями безопасности. Команкир роты ГАИ города Черкеска, майор Исунов. Документы ваши, пожалуйста. А у вас дети пристегнуты? Почему дети не пристегнуты у вас, сидят сзади? Нарушение правил дорожного движения. 12.23, часть 3. Среди нарушителей правил было немало пешеходов, переходивших в проезжую часть там, где делать этого не стоило. Не ради себя, так хоть ради безопасности остальных участников дорожного движения. Одна женщина поначалу сделала вид, что ничего не слышит. Вот по треуге города Черкеска, майор Исунов. Через дорогу переходить надо. Вот, пешеходный переход. Пешеходный переход. Вот, пешеходный. Вы почему так проходите? А, вы мне замечание. Да, да, вне пешеходного перехода нельзя, опасно. Полицейский пояснил, в чем именно заключалось нарушение со стороны пешехода. Дама поблагодарила стража порядка за внимательность и продолжила свой маршрут. О необходимости проведения подобного рода мероприятий говорит статистика последующих дней. Чаще всего после рейда все участники дорожного движения становятся более внимательными к правилам. Впрочем, лишь на короткое время. Увы, действенность преподанных автоинспекторами уроков пока мимолетна. Так может, стоит подобное обучение на дорогах региона сделать круглогодичным? Артур Максимиха Каракелян. Итоги недели.